Недавно просматривая свои старые видео, я наткнулся на эти два ролика и, прочитав комментарии, созрела идея для продолжения данного формата. Сегодня речь пойдет об итальянских футболистах, игравших или на данный момент выступающих в российской футбольной премьер-лиге. Но перед этим я хотел бы открыть для вас канал Павла Пономарева. Парень действительно снимает годный контент о футболе. Там вы найдете истории об игроках, мнения о различных событиях и всеми любимые топы. Ссылка в описании. Начнем с первооткрывателей. Приключение итальянцев в России началось с защитника Александра Дальконта и полузащитника Дарио Пассони, которые в 2003 году перебрались в Элистинский Уралан. Их переход был не случайным. Поспособствовало этому назначению на пост главного тренера Игоря Шалимова, который большую часть своей карьеры провел в Европе, поиграв в Заинтер, Уденезе, Наполи и другие клубы. Но на деле два итальянца оказались ничем не лучше наших средних футболистов. Дальконта, который, к слову, был воспитанником Ювентуса, сыграл за Уралан 22 игры, а Пассони 28. Через год оба уехали на родину, где играли преимущественно за команды серии B и C. В 2009 году Дальконта отучился на тренера и работал в клубах Вичензо и Венеция. Недавно он стал тренером молодежного состава Ювентуса. Переходим к следующему игроку – Франческо Рууполо, воспитанник некогда великой Пармы. Родная команда не верила в него и за 6 лет контракта Франческо 4 раза ездил в аренды. В сезоне 2005-2006 он угодил в московский локомотив. Это были времена нестабильности в стане железнодорожников. Их главная звездочка Дмитрий Сычев был травмирован. Тренеры доверяли Игорю Любеденко, но тот доказал, что на позиции нападающего он бездарен. В команду приехал Рууполо, но за полгода провел всего 7 матчей в чемпионате и 4 игры в Кубке УЕФА. Забил 2 мяча. Полугодовалая аренда так и стала единственным выездом за границу для игрока. Его карьера близится к завершению. Так и не смог Франческо поиграть в клубе высшей серии Б. А в 2012 он угодил в скандал с договорными матчами. Полиция выявила, что игрок делал ставки на ход матчей своей команды и заработал на этом около 30 тысяч евро, выступая за Альбинолев. Рууполо признал свою вину и был дисквалифицирован на полтора года. Открывает пятерку лучших крестьян Паскуата. 28-летний полузащитник польской легии. Карьера этого футболиста складывается довольно-таки странно. Во всяком случае, я не помню еще одного футболиста, который бы 11 раз ездил в аренды. 11 раз подряд. Паскуата это воспитанник Ювентуса. И за 9 лет, пока действовало несколько контрактов, в форме старой сеньоры Крис сыграл только один матч. Он уезжал в средние команды, например, такие как Торино, Болонья, Пискара. Там он играл мало. Но возвращаясь в Ювентус, проводил часто предсезонные сборы. Например, однажды он был интересен Антонио Конте. Но руководство Юве отдало парня в очередную аренду. Сезон 2016-17 Кристиан провел в Самарских крыльях. И за 26 матчей забил 5 мячей. При этом он хорошо себя показал. Заработал несколько 11-метровых. Отдал 8 ассистов. Ходили слухи даже о переходе в Спартак или Зенит. Но это оказалось уткой. Сейчас он ищет счастье в Польше. На четвертом месте расположился Александра Розина. Двукратный чемпион России. Обладатель Кубка России. Этот маленький, юркий и быстрый полузащитник начинал свою карьеру в Парме. Но известным он стал в Торино. За которой сыграл почти 150 игр. В Питер Розину взял с собой Лучано Спалетти. Их схожесть поражала. А то, что тренер и игрок из одной страны. Заставляло фанатов сине-белоголубых задуматься о факте кумовства. Но на деле Александр так и не стал основным игроком. Он неплохо начинал. Даже становился лучшим игроком месяца. Но в основном сидел на скамейке. Проведя полгода в Чизене, Розина попытался снова заиграть в Зените. Но в него по-прежнему не верили. После командировки за границу, Розина, как и большинство футболистов в Италии, не привязан к какому-то одному клубу. И постоянно меняет прописки. Сейчас, например, он в Салернитане. Из серии B. Но кто из нас не знает Ивана Пеллицоли? Эта легенда локомотива расположилась на третьем месте импровизированного топа. Он начинал в Аталанте. Тогда в возрасте 19 лет Пеллицоли дебютировал в серии А. Его клуб, только-только вышедший в элиту, сходу занял седьмое место. А на голкипера положили глаз местные топ-клубы. Чемпион страны Рома сработал лучше всех. Адон Фабио Капелло был уверен, что Пеллицоли – это будущее итальянского футбола. За четыре года Иван стал основным голкипером. Сыграл 72 матча в составе «Римлян», с учетом того, что первый год он был травмирован. А кроме того, он также провел два матча за сборную Италии. Далее был провальный год в Риджине и переезд в Локомотив. В то время, после ухода Овчинникова, на позиции вратаря у красно-зеленых творился полный бардак. Поляков, Чех, Якупович, Левенец. Пеллицоли приезжал в Россию в составе чуть ли не звезды. Наши СМИ представляли его игроком сборной Италии, и что в будущем Иван может сменить даже Буфона. Но на деле он сначала проиграл конкуренцию швейцарцу Якуповичу, а когда ему все же доверили место в основе, начал чудить. Постоянные ляпы, неуверенная игра и, как следствие, скамейка запасных. Всего 20 матчей за три года и 28 пропущенных мячей. Позже была аренда в Альбинолев и скитание по аутсайдерам серии А и середнякам серии Б. Выступает Пеллицоли с переменным успехом. Где-то играл в основе, где-то вообще не выходил на поле. Недавно Иван признался, что жалеет о переходе в Локо. Переход в Локомотив поломал всю карьеру. Ведь мне было всего-то 27 лет. Ни за что не надо было ехать в Россию. В любую другую страну, в Англию, Францию, только не в этот слабенький чемпионат. Серебро заслуженно уходит в стан московского Спартака, а именно Сальваторе Бакетти. Это единственный игрок из этого списка, который поиграл в двух командах нашего чемпионата. Рожденный в Неаполе, Сальва никогда не играл за главную команду города. Аскали, Фразиноны, Дженуа. Во всех этих клубах Сальваторе был основным защитником. В 2009 году, играя за Грифонов, Бакетти заслужил место в основной сборной своей страны. Более того, он поехал на чемпионат мира в Бразилии. Конечно же, это был полный провал для сборной Италии, но Сальваторе участия в матчах не принимал. Тогда же он перешел в Казанский Рубин, где за два года стал игроком основной обоймы и открыл в себе талант бомбардира. Девять мячей в составе казанцев для центрального защитника – это запредельный показатель. Причем однажды Бакетти в матче с Томью сделал дубль. Игрок пошел на повышение в московский Спартак, где играет уже 5 лет. 80 матчей и 5 голов на его счету. Сальваторе в 2015 ездил в аренду в Милан, где за полгода провел 9 игр. Когда Массимо Каррера возглавил Спартакей, у Бакетти открылось второе дыхание, как следствие долгожданное чемпионство. Единственное, что не радует игрока и его поклонников – это отсутствие вызовов в национальную сборную. Боже, Спартак хранит! Дай ему, сын, чтобы победить все крутое страны! Ну и как вы уже скорее всего догадались, на первом месте Доменико Кришета или просто Мимо. 7 лет в России, 155 матчей, 15 голов, 6 медалей чемпионата разных проб, 2 из них золотые. Кубки, капитанская повязка, признание, но самое главное – это любовь болельщиков. Мимо заслуженно стал капитаном команды. До Зенита в его карьере были только два клуба – это Юве и его родной Дженуа. Кришета навсегда останется в памяти фанатов, а вместе с этим и в истории питерского клуба. Своим бойцовским характером, неуступчивостью, уверенностью, холоднокровием он действительно был лидером. Тот, который может завести партнеров, которые как на футбольном поле, так и в раздевалке делают коллектив лучше. Мимо любили все, а он любил Россию. В последнем своем матче еле сдерживал слезы, а то, что сделали фанаты в его честь – достойно уважения. Но его старший сын Альфредо подрос. Ему нужно идти в школу, поэтому семья Кришета приняла решение вернуться в Италию. И Доменико остался верен Дженуа. К сожалению, в карьере этого замечательного игрока и достойного человека были и черные полосы. В 2012 году у полиции были подозрения, что Кришета участвовала в договорных матчах. В его комнате на базе сборной был проведен обыск. Футболист отвергал свою причастность к подобным делам, но главный тренер Италии Чезаро Прандели, вместо того, чтобы поддержать Кришета, исключил его из состава. Но вскоре Мимо снова надел на себя майку с Куадро Адзуры. Любите наш футбол. Всем пока. Это были удивительные. 7 лет в Петербург. Навсегда останется моим старым домом. Спасибо большое, ребята.